Если у обычных школьников каникулы еще продолжаются, то у спортсменов уже закончились. Начался тренировочный процесс. Впрочем, он и не заканчивался, даже в каникулярное время. До каникул так таковых не было. С середины июля начали подготовку к сезону. В конце июля поехали в Вистребор, 21 день провели там. Все, лед залили, приехали сюда. У Сергея Казакова занимается порядка 70 человек. Это хоккеисты от 5 и до 12 лет. Три группы тренируют второй год. Сейчас готовятся к соревнованиям осенне-зимнего сезона. Хотим с 7-8 годом заявиться на чемпионат России. Вот не знаю, получится, нет. А так с 7-8 готовимся к области, 9-10 тоже к области. Ну и маленьких еще надо будет вывозить на товарищеские игры. Иван Дерюшев тренирует более старших – 18 человек. 2003-2004 год рождения. Задача этой группы – соревнования ЦФО. Выступить лучше, чем в прошлом сезоне, в принципе. У нас все возраста, там второе место заняли. А какие у вас игры были в прошлом сезоне? В прошлом году мы на чемпионат России играли. 2003-2004 годом. Команда у нас три года. За три года мы добились, я считаю, неплохих результатов. Учетом того, что все катаются уже по 10 лет, мы всего три, мы уже две игры в том году выиграли на чемпионате России, в принципе. Ну, в этом году постараемся выступить лучше. В числе соперников прошлых лет команды Брянска, Боброва, Лиски, Тамбова, Белгорода, Орла, Губкина. Школы известные, говорит Иван Васильевич. Но будем стараться и будем учиться. Кстати, учиться есть где. Ледовая арена в распоряжении хоккеистов и фигуристов, детей и взрослых. В этом году, как и в прошлом, подготовка к новому сезону. Мы каждый год делаем косметические ремонты, потому что у нас тут, видите, какая температура разит, то холодно, то жарко. Поэтому нам приходится каждый год делать какие-то профилактические работы. На первом месте у нас только безопасность детей. Все потом остальное. Соответственно, по пожарной сигнализации, вот самое такое, самое тяжелое, конечно, первое дело – безопасность людей. И мы всегда будем следить за этим. Если говорить в целом о комплексе, то это не только лед. Тренажерный зал действует круглогодично. Зал для занятий фитнес-групп и групп хореографических тоже не пустует. Ну а с началом нового учебного года ледовая арена имени Боброва заработает в полную силу. Ольга Усова, Андрей Щербаков, Область новостей.